Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Если характер очень эмоциональный, если человек склонен всё в жизни размерять с чувствами, как с этим научиться жить? Я бы сказал, что чувства нужно уметь правильно выражать, правильно предмечивать. То есть чувство необходимо правильно проявлять. Умение правильно проявлять свои чувства – это, в общем-то, главное условие, при котором вы сможете адекватно взаимодействовать с окружающим миром. Конструктивное проявление чувств, эмоций связано с правилами, связано, например, с потребностями и со значением вреда. То есть для вас, вам необходимо выделить некоторые значения того, что наносит вам вред, того, что может наносить вам вред и постараться исключить для себя данную ситуацию. Постараться для себя исключать возможность нанесения себе вреда. То есть ситуация заключается именно в том, чтобы вы проявляли свои чувства исключительно только, ну, например, к себе во благо. Таким образом, можно говорить о том, что эмоциональность не должна вредить ни вам, ни людям, с которыми вы общаетесь. С которыми вы взаимодействуете. Вот. И это является условием для того, чтобы вам адаптироваться к реальной жизни, в которой вы находитесь. Вот. Как вырабатывать характер? Характер. Характер – это личные границы, по сути дела. То есть можно говорить о том, что определение своих границ, определение ваших собственных границ, то есть как со мной можно себя вести, как со мной нельзя вести себя, как ко мне можно относиться, как ко мне относиться нельзя. Исходя из понимания того, что для вас вред, исходя из ваших ценностей и взглядов, можно описать, обозначить как границы. Как адаптирование, значит, ваших особенностей характера, ваших индивидуальных особенностей к, значит, реальному миру. Смотрите. Как вырабатывать характер, чтобы избавиться от эмоциональности? Ну, излишняя эмоциональность, то есть эмоциональность по, например, вещам, по, например, ээээ, значит, каким-то обстоятельствам, которые, может быть, с вами напрямую не связаны никак. Так, ээээ, эмоциональность в этом случае, которая называется чувствительность, можно немножечко принижать, купировать. Как? Как? Путём, помимо уже названной мною границы, помимо названных мною личных границ, можно ещё определить, что именно вас задевает. То есть повышенная эмоциональность, она же, чувствительность может быть связана с тем, что, допустим, у вас есть определённые противоречия между вами. Повышенная чувствительность может быть связана и с вашей неуверенностью в себе, и с тем, что вы руководствуете при выборе модели поведения только своими желаниями, и не продумываете модель поведения. Не, как бы, не проводите оценку своим действиям, которые вот, ну, которые для вас актуальны, например. То есть не думайте, как, например, ваше поведение воспринимается, допустим, ну, в позиции взрослого, например. Как оно, как оно, как, как оно выглядит, в позиции взрослого, как оно, эм, вообще, что представляет из себя, понимаете? Вот. И этот момент также необходимо рассматривать. Этот момент также необходимо, эм, определять. Понимаете? Вот. И далее вы пишете о том, как, или как этим пользоваться в позитивных целях. Тут, эм, вообще, ситуация немножко не ясна. Что за позитивные цели, кто определяет эти самые, эм, позитивные цели, то есть, и какие это позитивные цели. То есть эмоциональность может идти вам на пользу, а может идти вам во вред, по большому счёту. И вот именно негативное влияние эмоциональности и нужно определять здесь. Потребуется, эм, значит, формирование навыка выдержанности, навыка осмысления, повышение эмоционального интеллекта. То есть, эм, лучшего понимания того, эм, что происходит со мной. Что и почему со мной происходит. Что и как, эм, со мной происходит. Из-за чего со мной это происходит. То есть, подробная ситуация, подробная ситуация, эм, в целом. То есть, то, что вы эмоциональны. Это ведь не плохо, по большому счёту. Это даже здорово. Но нужно понимать, что именно с вами происходит. Нужно понимать, что именно вы чувствуете. Все проблемы происходят, как правило, из-за того, что человек не до конца, не совсем верно интерпретирует то, что он чувствует. И если вам помочь с этим, если вам помочь, эм, правильно распознавать свои эмоции, и, распознавая свои эмоции, адекватно их реализовывать, ну, я думаю, что проблем будет гораздо меньше у вас. Я думаю, что вы сможете как раз-таки, эм, вот, использовать, эм, эм, значит, свою эмоциональность, эм, себе во благо. На мой взгляд, это, эм, то, что вы можете сделать. Но опять же, опять же, Ситуация такова, что для этого нужно работать. То есть для этого нужно не просто, эм, задавать вопрос, а нужно с этим разбираться. Нужно, нужно изучать, анализировать. Понимаете? А не так вот, что вам здесь сейчас, эм, дадут, дадут совет, воспользовавшись, эм, которым, да, вы сразу сможете, там, всё преодолеть. Это так не работает, к сожалению. То есть, эм, это, это работа с психологом, это консультация, это эм, регулярные консультации, потому что вас надо учить этому, вот. Но опять же, вопрос, хотите ли вы это, эм, интересно ли вам это или нет. То есть, если интересно, то вам нужно, эм, выбирать себе, эм, психолога на нашем ресурсе и начинать, и начинать работать с ним. Вот. Ну, а если вы просто задаёте вопрос, ну, просто задаёте его и всё. Ну, тогда, эм, что можно сказать? Общее направление я вам дал, но информации о вас очень мало. Очень мало. Информации о вас, чтобы давать какие-то более конкретные рекомендации. То есть тут уже нужно предметно говорить, понимаете? Именно предметно. Предметный диалог вести. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!